Привет! Меня зовут Татьяна Арт, это канал Вкуснячес. И сегодня я расскажу вам, как приготовить двухцветную панакотту с карамельным ликером. Панакотта – это итальянский десерт, своеобразный среднеземноморский вариант желе. И для приготовления, как правило, используются сливки. Но сегодня я буду готовить панакотту из молока. Процент жирности невысокий, 2,5%. Для приготовления этого вкусного десерта я использую 650 миллилитров молока. Молоко я заранее вскипятило, и оно остыло до комнатной температуры. А остальные ингредиенты сейчас появятся на экране. Молоко я поделила на три части. 150 миллилитров. Сюда я добавлю 10 грамм желатина. Желатин должен набухнуть в молоке. Мы поставим его в сторону, чтобы он набухал, пока мы будем готовить остальные слои панакотты. 200 миллилитров. Сюда мы впоследствии добавим эссенцию ванили и сахар. И для нижнего слоя нам понадобится 300 миллилитров молока. Сюда я буду добавлять шоколад. Я взяла кастрюльку побольше. Сюда добавила немного воды. Вот примерно столько. Потому что нам нужна водяная баня, чтобы растопить шоколад для нижнего слоя панакотты. Здесь одна плитка шоколада. Также молоко я перелила в более глубокую миску. И вот вы можете видеть, уже идет пар. Молоко достаточно хорошо нагрелось. Сюда я добавляю шоколад. И помешиваю, чтобы шоколад полностью растворился в молоке. Можно по маленькому кусочку. Вот так вот добавлять и помешивать. Такой красивый цвет. Похоже немного на какао. И очень приятный аромат. Пахнет таким вот какао или шоколадом. Не знаю. Горячим шоколадом. Некоторые предпочитают делать панакотту с использованием какао. Я не использую. Поскольку крупицы какао оседают на дно стакана. И потом мне очень приятно кушать этот десерт. А молоко с шоколадом намного нежнее. Шоколад растворяется полностью. И десерт получается легким, воздушным, очень нежным и приятным на вкус. Вот практически все. Осталось совсем немного. Я уже выключаю огонь и дам шоколаду, растопленному в молоке, немного остыть. Пока остывает молочко, в которое мы добавили шоколад, то есть нижний слой панакотты, я беру 200 миллилитров молока, то есть верхний слой, который нам нужен для верхнего слоя. И я добавлю по вкусу сахар и эссенцию ванили. Буквально пару капель. То есть добавляю сахар и пробую. Вы тоже пробуйте, кому как нравится. Я вот так добавлю полторы ложечки, перемешаю и еще добавлю пару капель эссенции ванили. Благодаря этому аромат просто шикарный. Получается очень приятно, очень пахнет классно и хорошо сочетается вот все эти запахи, вкусы с корабельным ликером. Вот так я добавила, сейчас попробую. Можно еще немного высмотреть и добавьте по вкусу, как вам нравится, потому что когда десерт застынет, он будет вам казаться немного менее сладким. Желатин полностью растворился в молоке, он еще горячий. Я сейчас налью небольшую порцию желатина, то есть желатина растворенного в молоке в верхний слой панакотты, то есть вот сюда и большую часть в нижний слой панакотты, то есть молоко с шоколадом. Если учитывать то, что здесь 150 миллилитров молока, ну примерно 50-60 миллилитров мы заливаем в верхний слой, а остальное в нижний слой панакотты, чтобы слои равномерно застыли, то есть чтобы один слой не застыл больше, другой меньше. Итак, я наливаю. Сначала налью большую часть сюда и вот так вот размешаю и остальное налью сюда. Сейчас я возьму три 200 миллилитровых стаканчика и залью первый нижний слой панакотты, шоколадный слой. А верхний слой нам пока не нужен, мы пока отложим его в сторону, то есть те 200 миллилитров молока, куда мы добавили сахар и эссенцию ваниль. Итак, это мы откладываем в сторону, нам пока не нужно. Сейчас заливаю сюда нижний слой, то есть шоколад и молоко. Я буду очень осторожненько наливать, несмотря на то, что я осторожно всегда наливаю, все равно края пачкаются, можно потом аккуратненько протереть тряпочкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я разлила панакотту по стаканчикам, то есть нижний слой шоколадный. И сейчас я беру эти три стаканчика и ставлю их в холодильник. Смотрите, у меня немного запачкались края, я их аккуратненько сейчас вытру либо тряпочкой, либо салфеткой. Сейчас эти три стаканчика я отправлю в холодильник и они должны застыть. На этом может потребоваться примерно час, может немного больше. Я периодически подхожу к холодильнику и проверяю. Наберитесь терпения, десерт очень вкусный, он стоит вашего терпения. А пока застывает первый слой панакотты, вы можете заняться чем-то полезным. Еще раз хочу обратить ваше внимание на количество желатина. Смотрите, я уже часто готовлю этот десерт, поэтому я ставлю немного больше желатина в нижний слой панакотты и немного меньше в верхний слой панакотты. То есть желатин, который я растворила в молоке. Но если вы готовите этот десерт в первый раз, я советую вам воспользоваться вот таким вот мерным стаканчиком. Здесь вы можете сначала растворить желатин в молоке, затем налить его в мерный стаканчик. И после этого, например, отмерить, там 100 мл или 90 мл молока вы наливаете в нижний слой панакотты, то есть тот слой, где вы растворили шоколад. И остальное, меньшую часть в белый слой, то есть во второй слой панакотты, чтобы не запутаться. Я уже часто это делаю, поэтому делаю это, повторяю еще раз, что я делаю это на глаз. Нижний слой панакотты уже застыл, я сейчас вам покажу, что у нас получилось. Но хочу вам еще показать интересную вещь, интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это, смотрите, это застывший тоже слой панакотты, но если вы обратите внимание, он немножко потрескался. Почему так происходит? Если у вас холодильник no frost и вы оставите стаканчики открытыми, может произойти вот такая неприятная вещь, такой момент. То есть слой может потрескаться. В принципе, можно и так залить ликер, но нежелательно. Поэтому, когда вы ставите стаканчики с нижним слоем панакотты в холодильник, вы можете и крайне желательно прикрыть их салфеточкой или досточкой, то есть чем-то их накрыть. Тогда панакотта не потрескается и все будет равномерно, гладко. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Смотрите, что у нас получилось. Вот наши три стаканчика. Нижний слой панакотты достаточно хорошо застыл. Еще постоят немного стаканчики в холодильнике и он уже станет более плотным, но здесь достаточно желатина, он обязательно застынет. И желатина именно один пакетик, не ставьте больше, потому что панакотта это нежный десерт, он не должен быть вот таким упругим, как желе. Сюда сверху сейчас я налью карамельный ликер. Вот здесь у меня немного ликера, вы можете взять тот ликер, который вам нравится. И я наливаю сверху в стаканчики. Вот так. Покрываю этот шоколадный слой панакотты ликером. Вот так. Наливайте столько, сколько вам нравится. Если вы заметите, в данном случае нижний слой достаточно высокий. Просто нам так нравится. Нам нравится больше шоколада. Если вам нравится, чтобы нижний слой был меньше, или вы хотите меньше шоколада, вы можете просто налить меньше и больше ликера. То есть сами дозируйте так, как вам нравится. В любом случае получится вкусно. Сейчас, после того, как я налила ликер, я не жду, он не застынет в холодильнике. Я ставила, пробовала, ждала, он не застывает. Поэтому сразу я налью сюда верхний слой панакотты. Он немного смешается с ликером, но все нормально, будет очень вкусно. Я сейчас вам покажу, что и как надо делать. Смотрите. Вот я беру молоко для верхнего слоя и наливаю сразу прямо сверху на ликер. Он смешается немного с ликером, но все равно застынет. Вот так. Прямо доверху. Вот вы заметите, что он немного смешивается, получается такой красивый карамельный цвет. Так, сейчас во второй стаканчик. Если бы здесь было меньше ликера, то верхний слой был бы более белый, более такого белого цвета. А так как я налила больше ликера, они смешиваются и получается вот такой вот карамельный красивый цвет. Здесь как будто некоторые рисунки появляются. Вот так. До верху, но смотрите, вот не нужно перебарщивать, потому что когда будете ставить в холодильник, чтобы не перелилось. И в конце я добавлю немного корицы. Для запаха и для вкуса. Прямо сверху сыплю корицу. О, немного мимо. Так. По чуть-чуть сверху. Здесь образовался шарик. Можно его оставить, можно проткнуть. Вот так. Все. Насыпьте столько, сколько вам нравится. Сейчас я поставлю опять же эти три стаканчика в холодильник и подожду еще примерно полчаса, пока застынет верхний слой фанакоты. И тогда десерт будет полностью готов и мы будем его пробовать. Итак, десерт готов. Смотрите, какая у нас получилась красота. Все, он полностью застыл. Понадобилось немного более чем полчаса, час и даже минут десять-пятнадцать. Видите, какой красивый. Я так немного его подергаю. Заметьте, что верхний слой, я вам сейчас покажу, он немного более жидкий, чем нижний. Потому что верхний слой смешался с ликером. Это нормально. Естественно, что нижний более плотный. Здесь просто желатин с шоколадом, с молоком, он более плотно застыл. Но так и должно быть. Потому что нижний слой – это основа, на которую заливается ликер. А сейчас я буду пробовать. Это вкусно. Я это уже заранее знаю. Часто это готовим. Вот можете посмотреть. Даже не знаю, как лучше показать. Вот я беру ложечкой. Видите, он такой нежный-нежный. Вот верхний слой. Здесь еще ликер. Вот видите, как он смешивается с ликером. И можно копнуть даже еще глубже и сразу захватить и нижний слой, и ликер, и верхний слой. Вот так вот все вместе. Он немного разваливается, потому что я пытаюсь вам показать, чтобы все это увидели. И очень-очень все это вкусно. Я попробую захватить все вместе, попробовать. Это так вкуснячно. Так классно. Я этот стаканчик уже не поставлю в холодильник. Я его сейчас лопаю. Очень вкусно, серьезно. Попробуйте приготовить. Вам обязательно понравится. Вот поверьте, если вы приготовите только верхний слой, нижний слой, вот шоколадный и ванильно-молочный, и не поставите ликер, это существенный недостаток. Ликер дополняет этот десерт и делает его просто обалденно вкусным. Я вам очень советую его попробовать. Также я хочу вам показать, у меня вот такие стаканчики, они немножечко такие большие, нам нравятся большие порции. Но я сделала вот одну порцию вот в таком вот стаканчике для десертов, для мороженого. И смотрите, как красиво смотрится панакотта. Можно очень красиво оформить. Подайте на праздничный стол гостям. Можете попробовать и такой вариант. Здесь слои более тонкие. Вкус такой же прекрасный, обалденный, нежно, ванильно-карамельно-шоколадный. Итак, друзья, я желаю вам попробовать этот десерт, приготовить его дома, чтобы он у вас обязательно получился. Чтобы все было вкусно, чтобы вы наслаждались. Я готовлю всегда с чувством, с радостью, с улыбкой. Вам желаю хорошего настроения. Буду очень благодарна, если вы подпишитесь на канал. Ставьте пальчики. До новых встреч. Дальше будет интересней.